Привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч и, конечно же, Ёжик Борис, автор его передачи, йога-терапевт, йога-инструктор и веган Ёжик Борис. Друзья мои, Ёжик Борис живет в нашу человечью эпоху и поэтому не может перестать материться, особенно он не может перестать материться, когда речь идет о скифии. Потому что, смотрите, какая незадача получается на всем территории постсоветского пространства снова и снова. Если раньше на территории Франции жили франки, на территории германии жили немцы, тот на территории всех стран бывшего Советского Союза, как-то не срослось, не задалось. Крокодил у нас не ловится, не растет кокос. Оказывается, на территории Украины, России, в общем, и все там черноземье. И при черноземье раньше жили какие-то ираноговорящие скифы, которые жили на повозках, а потом они все, по описанию историков, они занимали пространство от Черного моря до Китая, было самое густонаселенное племя на планете, в общем, потом они все куда-то исчезают. А потом на это место вдруг откуда-то появляются люди, приходят, начинают там жить, типа славян, типа казахов, турхменов и все такое прочее. В общем, исчезают саки, исчезают там савраматы, все подряд исчезают. Но если начинать читать все это, да, а если Боря начинает все это читать, правильно Боря мне подскажет, то мы видим прекрасно, что мы видим, что на самом деле скифы, земледельцы, живут они в районе Дона, они экспортируют грекам пшеницу, как раньше, так и сейчас они экспортируют, понимаете. Там часть из них занимается коневодством, та из них, часть которой занимается коневодством, называются кочевники, часть из них являются царские скифы, которые как раз есть царские, и называются царские именно потому, что они отрицают вообще полностью всякие блага, тем более там золото и бриллианты, вот. Именно поэтому они называются царскими скифами, те скифы, которые жили приблизительно там над Азовским морем, где-то в районе сейчас Донбасса, вот это вот района. И мы, когда мы читаем про Савраматов, мы видим прекрасно, что речь идет вот о казаках, которые как жили там, черноглазая казачка подковала мне коня, в общем, она там как женщина вдруг могла подковать коня. Да вот все, пожалуйста, все описано в Геродота, понимаете. Но это, ребят, и историю скифов должны, в общем, нам, нашим детям преподавать в школе, потому что до революции ни у кого вообще, у руководства и у людей, которые живут вот здесь вот на земле, понимаешь, у грешных людей ни у кого не возникало вообще даже вопроса, кто такие скифы. Скифы это люди, населяющие раньше территорию Российской империи. Вот. И там все это было ясно, во всех книгах это было написано. Там царская власть имела, значит, этот, свастику, значит, символом, вот, и свастикой там, в общем, все, ребята, все это было ясно. Вот. Царская, значит, царь-батюшка там заказал остроконечные шапки для всего войска своего, которые описаны, войлочные остроконечные шапки, которые носили скифы. Вот. Но потом у нас случилась большевистская революция, и большевики начали строить нового человека такого, да. Строили, строили, основываясь на благе, как бы, принципах, но на неправильном философском, на неправильной философской идее, потому что философская идея была взята у Маркса, у Энглеса, а они были дарвинисты и считали, что человек эволюционирует, а не деградирует. А человек, на самом деле, ребят, деградирует. Но, знаете, вот, казалось бы, да, развалился Советский Союз, пришли на место, там, Украины и России, новые лидеры, вот. Но почему-то никто из них не поднимает тему обратно о том, что, эй, славяне, эй, там, казахи, вы тот самый прославленный, известный скифский народ, который оставил после себя огромное просто количество всего подряд, вот. И возникает вот вопрос, вот, глядя на вот этих вот, скопища вот этих вот, ну, нельзя так говорить, нужно говорить мудаков. Я не знаю, в общем, правда, ну, потому что у меня просто более матерится постоянно. Как только я говорю про вот эту вот кучу народа, которые тут вот сидят, вот это вот, вот это вот попы, вот эта вот наука бесконечная, которая там трубит, эй, дайте денег, и мы там вам нанотехнологии, чубайсы, все вам вообще там, жизнь сделает лучше. Вот, проститутки элитные и всякие там, звягинсовые, значит, там, все вот эти, которые объяснят тебе, почему ты гнусь и почему ты, короче, должен спиться и умереть. Вот, но при этом он улетит в другую страну, потому что у него несколько паспортов. Так вот, друзья мои, возникает вопрос, а почему сейчас вот нельзя, допустим, начать рассказывать детям и преподавать детям в школе, допустим, там, книгу Геродота, где описано, как скифы вдруг стали славянами, да, то есть, как они покрыли себя славой и с тех пор стали называться славяне. Вот, почему этого не происходит? И возникает очень простой ответ, ребят, да потому что большевистская власть продолжается, особенно это видно на Украине, где у власти находятся люди, которые, ну, явно колонизаторы, которые не имеют, ну, никакого отношения ни к людям, которые там живут, вот, которые имеют там многочисленные многопаспорта многих стран, вот, и для которых выгодно рассказывать вот этим вот людям, которые здесь внутри живут внизу о том, что вы там быдло и, в общем, ни на что не способны. Вот, и, конечно же, ребята, с одной стороны это грустно, а с другой стороны это, может быть, там, по-идиотски весело, потому что наш совершенный мир, вот этот вот, в котором мы отрицаем наличие Творца, отрицаем наличие вообще Духа, приводит к совершенно идиотическим вообще вещам. Вот так вот выглядит наша наука, абсолютно бредовая, наша наука абсолютно бредовая, это просто вообще скопище магов, мошенников, районовцев, которые несут абсолютный бред, понимаете? Наша философия, потом, когда мы пройдем греческую философию, когда у нас в голове все устоится, и я вам расскажу, объясню на простых очень понятиях, что такое реальность, что такое потенциальность, как все это работает, и как всем этим можно управлять самому, вы увидите, насколько современная философия превратилась вообще в полнейший деградос вообще. Мы живем в каком-то абсолютно идиотском мире, когда мы вытащили из детской пирамидки стержень под названием Дух, или стержень под названием Разум, пирамидка развалилась, и мы пытаемся, значит, манипулировать вот этими вот кружочками, не понимая откуда и как они вообще тут присоединились, и труба, в общем. Наша философия современная представляет себя просто идиотизм, полнейший идиотизм, и потом пройдемся по терминам философским, что такое там сущие, что такое там self-awareness, consciousness, сознание и все такое прочее. Вы видите, что там эти значения не имеют вообще никакого смысла. Вот все это имеет смысл и станет иметь смысл только тогда, когда мы начнем изучать древнюю греческую философию. Но изучение древней греческой философии, ребята, нам, прежде чем мы начнем изучать древнюю греческую философию, мы должны понять очень простую вещь. О том, что все знания нашей цивилизации, которые мы имеем, и которые мы сейчас благополучно забыли, потому что мы отвергли дух, мы отвергли там творца, мы отвергли такое присутствие неактивного интеллекта, который раньше назывался богом. Мы отвергли как бы вот эти вот категории исследования, а вместо этого там манипулируем какими-то качествами чего-то, что мы утеряли уже. И вот понимание современного мира мы должны понять, что, ребята, только в древней греческой философии лежат все ответы на все наши вопросы. Причина очень простая. В 1200 году до нашей эры произошел коллапс бронзового века, произошел просто страшный, ужасный катаклизм, который описан, описан и описан, и описан. Ребята, он привел, длился он несколько сотен лет, вот привел он просто к страшным последствиям. Мы человечество вырезали жрецов или науку того времени, мы вырезали весь говермент, мы сожгли книги, и мы разбили и сломали просто все государственные структуры. Восемь поколений людей впали в так называемые темные века. В этот период времени мы забыли, как читать, мы забыли, как писать, мы забыли, как плавить бронзу, и вообще мы отбросили себя в технологиях на тысячу лет. Ребята, мы забыли, как читать и писать. Вот Роберт Дрю говорит о том, что это самая страшная вообще катастрофа, которая случилась в древней истории. И даже страшнее, чем развал потом Римской империи и всего такое прочее, что мы в этот период времени потеряли так называемую «золотую эру». Золотую эру, понимаете? Вот поэтому, когда там ведические книги говорят о том, что раньше был золотой век, потом был такой-то век, потом там и сейчас в Калиюде, то говоря об этом, они говорят о золотом веке до катастрофы бронзового века, когда существовали огромные цивилизации, которые жили несколько тысяч лет в мире, в согласии, когда между этими цивилизациями были налажены постоянные торговые пути. Я вам рассказывал, да, когда там люди получали в Вавилоне, получали шлепанцы там из Греции откуда-то, из Кипра, да, и потом отправляли обратно и говорили, что извините, не подошло. Понимаете? То есть, насколько там доставка товаров работала, работала, работала. Мы скатились в период катастрофы бронзового века к каннибализму, к тому, что люди вдруг из прибрежных районов черноземных вдруг залезли на высокие горы неприступные и начали там обороняться от остальных же людей. И вообще такое напоминает какой-то фильм, как, да, какой-то зомби, вот какой-то зомби-апокалипсис вообще напоминает. Вот мы не знаем, что случилось, мы не знаем причину, по которой произошел в прошуте событие. Да, вот я делал вам лекцию по поводу катастрофы бронзового века, по всей видимости, там какие-то события связаны, наверное, все-таки климатические, с огромным количеством беженцев, которые из севера вдруг вот стали в район Азии, вдруг ломанулись туда, понимаете, и изменили, были ли изменения климата, вулканическая активность, засухи, подошло что-то, 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 что вот к чему-то, в общем, что-то произошло. И, конечно, мое мнение, что катастрофа бронзового века, точно так же, как вот и наша катастрофа, сейчас, с которой мы двигаемся очень усиленно, она связана, конечно, с приходом материализма, вот с нашим отрицанием наличия неактивного интеллекта Бога, отсутствия связи с Творцом, отсутствия такой категории исследования, как разум, вот, и, соответственно, от этого наша философия вообще не имеет никакого смысла, это просто бред вообще собачий, вот, особенно это уже прошло, ребята, 400 лет, он с момента рождения тут Рене Декарта, с момента того, как он сказал, что давайте все подвергать сомнению, фак и, в общем, давайте, докажите мне, что Бог есть, а потом я поверю. Так вот, дружище, если ты слушаешь меня, если ты там Рене Декарт в своей голове, то послушай меня для того, чтобы я тебе доказал, что Бог есть, я должен потратить на тебе порядка месяц, и ты должен делать йоговские упражнения и сидеть здесь в медитации хотя бы месяц, и в таком случае я могу доказать тебе, что ты там можешь достигнуть вообще там высшего разума, хоть чуть-чуть там кончиком каким-то дотронуться, понимаешь, но для этого ты должен подорвать свою жопу, перестать есть колбасу, курить, бухать и чем-то заниматься, понимаешь, вот, но если ты думаешь, что тебе там курящему, жущему колбасу, бухающему водку, вдруг там ты сможешь каким-то образом добраться там до разума какого-то там, который побольше тебя, там Шивы или там, не знаю, кого-то, Кришны, то ты ошибаешься, дружище, никто тебе ничего не будет доказывать, понимаешь, никто тебе ничего не будет доказывать, кроме Бори, вот Боря сказал, что он тебе будет доказывать. Восемь поколений, дружище мои, восемь поколений человечества забыли, как читать и писать. И потом, когда мы там чуть-чуть пришли в себя, наша цивилизация, мы столкнулись с тем, что потеряно огромное количество писем, мы до сих пор не можем перевести клинопись, да, и если мы даже переводим какие-то слова, то мы не понимаем термины, это не принимаем значения, мы не понимаем, о чем идет речь, потому что мы не понимаем, в чем категория исследования. Так вот, что произошло, где-то через 400 лет, после того, как произошла вот эта катастрофа Бронзового века, греки первые чуть-чуть начали приходить в себя, и они, стал возникать вопрос вот по поводу каких-то этических, что делать, как-то нужно, значит, устаканить каннибализм и запретить его, в общем, и как-то надо сделать так, чтобы люди начали жить в каком-то хотя бы там законе, что нам нужно, нам нужен закон, или нам нужны какие-то божественные там законы божьи, или законы человечи, что делать? Вот, и греки отправили, значит, там послов в Пифию, вот, и Пифия сказала, что вы должны принять богов Египта, потому что Египет это была единственная цивилизация, в то время вообще, которая сохранилась, хотя и пошатнулась, потому что оттуда произошел исход, оттуда ушли люди, которые мы потом обязательно поговорим, кто произошел, куда они ушли, почему эти люди вам всем известны, вот, почему эти люди ушли, и, к сожалению, конечно, никакого отношения там евреи к этому исходу не имеют, потому что нет этого описания, а если есть эти описания, они к иудаизму никакого отношения, ребят, к сожалению, не имеют. Вот, так что, let's my people go, был совершенно о другом народе. Так вот, египтяне, греки приняли у египтян их богов, но возникает вопрос, а что именно приняли греки? Вот, через, там, 300-400 лет после катастрофы бронзового века, вдруг греки получили какую-то стройную такую систему отцов, кто на ком женат, кто кого родил, кто, там, кого в бедре носил, и из печени кого там что-то выклевали. И возникает вопрос, что вообще получили греки? Получили ли они богов в плане, что это означает богов? Это категория исследования философские, это категория исследования, может быть, потерянных каких-то физических исследований, понимаете? Может быть, это Земс, это, там, протон, там, я знаю, там, Аполлон, это нейтрон. Мы не знаем, ребят, в этом, и это, в этом и есть, как бы, задница, говори, в этом и есть-то большой ужас, понимаете? Потому что мы не можем перевести и понять книги, которые написаны до 1200 года нашей эры. То есть перевести мы можем их, но понять, что означают эти термины внутри, мы не можем. Потому что сейчас-то мы используем термины на основе латинского, греческого языка и нумерологии. И какие терминологии раньше люди использовали, и как они обозначали категории исследований, как они обозначали аспекты исследования, там, свойства, состояние категории исследования, мы не знаем абсолютно. Вот, и греки, приняв вот эти вот богов, вот, они решили, как бы, построить им храмы. И богатые люди отгорухали огромное крества денег, построены были вот эти огромные-огромные храмы, которые вы видели там, Афине, Палладе, просто огромные храмы, и люди начали там молиться. И возникает вопрос очень простой, я должен быть хорошим человеком, потому что я боюсь Зевса, или я должен быть хорошим человеком, просто потому что я хороший человек, или потому что есть закон, который запрещает мне быть мерзавцем. Вот, Гомер, кстати, второй поэт, написали вот эту вот иерархию, кто там на ком женился, и греки адаптировали Зевса, и вот это вот всеобщим, потом я обязательно вам расскажу, кто на ком женился, и вот возник, очень серьезный вопрос, где-то к 600 году до нашей эры в Греции возник очень серьезный вопрос, который разделил греческое сообщество на две таких больших группы. Одна группа говорила, мы должны следовать вот Египту, потому что Египет сохранился, потому что он молился там богам, и мы, значит, должны продолжать молиться богам, мы должны поменьше спрашивать, вот ходить молиться, знать, что Зевс тебя накажет, если ты будешь плохим. И другие люди говорили то же самое, что вы говорите вы, что докажите мне, что Зевс существует, а тогда я буду ходить там молиться, вот, нам нужны законы, вот, давайте жить по законам, а не по каким-то там религиозным правилам. И вот это вот разбитие общества, сообщества на две группы, на те, кто планировал, ну, на те, кто считал, что нам нужны просто законы, вот, и законы достаточны для того, чтобы держать людей как бы в узде, а другая группа говорила, что нет, этого недостаточно, нам нужны какие-то этические законы на основе страха смерти, там, или каких-то там постмортальных каких-то там наказаний для человека, вот, разделила Грецию. Вот, и где-то в 600 году до нашей эры, вот, как раз, был очень серьезный там раздербан, вот, в Греции, до тех пор, ребята, пока в Грецию не приехал очень известный человек, о котором мы сегодня будем с вами разговаривать. Мы начинаем очень интересную тему, которая называется Анахарсис. Анахарсис – это скиф, философ, это царевич, который, скорее всего, принадлежал к сакам, вот, а саки – это королевские скифы, и, скорее всего, он приехал из района Донбасса. Вот, и мы почитаем, как жил царевич в Греции, как он, в общем, там стал известным, и начнем о нем изучать больше и больше. Потому что, друзья мои, нам, конечно, нужно изучать скифов и влияние скифов на вообще общемировую культуру, и особенно на влияние на греческую философию, потому что все, что мы знаем и все, что вы узнаете в ближайшее время, это все, все это благодаря греческой философии, дорогие друзья мои. А греческая философия развивалась благодаря скифским философам, одним из которых был Анахарсис. Оставайтесь с нами, друзья мои, будет очень умно, будет интересно, мы почитаем сохранившиеся письма Анахарсиса. Друзья, удивительно, что у нас не сохранились там книги Аристотеля, у нас существуют книги Платона, которые написаны его там вторыми учениками, третьими учениками, но у нас сохранилось 10 писем Анахарсиса, которые до сих пор существуют, не говоря уже о бесконечных афоризмах и поговорках этого удивительного человека, который был скифом, но закончил свою жизнь, ребята мои, очень грустно, и мы об этом поговорим. Все, пока оставайтесь с нами, будет очень и очень интересно для тех, кто хочет разобраться с вообще мировой философией, что вокруг меня, почему я здесь, для чего я здесь, и как все это просто и легко расставить по полочкам. Все, друзья мои, давайте, будет интересно, пока.